На сегодняшний день в Сургуте возбуждено 65 уголовных дел коррупционной направленности. Это 40% от общего числа преступлений такого рода во всем регионе. Чаще всего нарушения закона фиксируют в таких сферах, как медицина, госзакупки в дошкольных учреждениях и пенсионные накопления. Два дела направлено в суд. Фигуранты работали в СОКБ и травматологической больнице. И за определенную плату вне очереди предоставляли те или иные услуги. За трезвые каникулы. Член Комитета по безопасности и противодействию коррупции в Госдуме Султан Хамзаев высказался за культурный формат проведения январских выходных. Депутат предложил повсеместно ограничить продажу спиртных напитков в новогодние праздники. Вместе с тем, по его мнению, чтобы создать россиянам альтернативу для досуга, необходимо сделать бесплатным вход в кинотеатры, музеи, бассейны, культурные учреждения и спорткомплексы. На эту тему 15 декабря запланировано заседание межфракционной парламентской рабочей группы. Мы же решили уже сегодня выяснить мнение сургутян по этому поводу. И вот, что нам ответили. Я вообще не пью еще, парень. Ну, 64, что мне? Жить надо, это надо, это я не пью. Поддерживаете? Да, да. Как это так ограничивать-то? Шампанское-то уж можно. Ну, а крепкое-то, конечно, нам, женщинам, не надо. А мужчины пусть как хотят. Меньше пить будут и больше в кино будут ходить. Это большой праздник. Я думаю, у нас надо celebrate. Ну, партии делаю. Меньше алкоголя. Думаю, есть лучшее время для этого. Новый год. Ну, большой праздник. Это нет хорошей идеи. Внимание детям больше уделят, я думаю. Потому что алкоголь все-таки отвлекает и ум человека, и внимание к детям. И будет меньше происшествий. Почему в разумных пределах? Ну, знаете, конечно, я не имею в виду маргинальные элементы. Не всегда, в любое время найдут. А так вот, если хорошая семья, образцовая, советская семья, почему бы нет? Все в разумных пределах.